МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нашей программе «Три сложных вопроса» сегодня очень интересный человек. Человек, который уже знает, что часть миссии его на Земле совершена. Это человек, которого многие знают в христианстве не только в России, но и за Атлантическим океаном, с нами пастор церкви, миссионер Леонид Малько. И он расскажет нам то, что предшествовало большим делам в Царстве Божьем. Есть соучастник, Бог, и я не побоюсь этого слова, который помогает каждому из нас. И вы тот человек, который тоже можете исследовать тайны и открывать тайны. Писание говорит, что это слова царей. Скажите, пожалуйста, поделитесь с нашими зрителями историей того, как человек, свершивший так много для Бога, принял когда-то решение служить ему. Я знаю, что это непростое решение для многих людей. Кто-то даже талантливый, умный, способный, понимающий, принимает решение идти своей дорогой, справиться самому. Как вам удалось услышать его и починить свою волю не просто со скорбью, а вот всем сердцем и всей душой отдать свою жизнь Богу? Что это было за встреча? Я вырос в верующей семье, ходил в молитвенный дом и подружился с одноклассницей. Выбираемся, да, покрасивее по внешности. Она была красивая и интересная, но, к сожалению, комсомолка и не верила в Бога. А я, так как ходил в церковь, верил, что Бог есть, привел на служение, сказал, Бога нет. А у нас прошло пробуждение, мы пережили очень реально. Я никогда не забываю, это мою первую встречу с реальным живым Богом. Это, не знаю, может быть, не все переживали, это когда мы называем мурашки по телу, гусиная кожа, и тебе тряхануло электротоком с неба. И я чувствовал просто Бога, так реально. И не только вы, прям молодежь и ваши сверстники, да? Вся молодежь, весь молитвенный дом. Потому что это как раз было пробуждение, вот Ольвистов, Таллиннское пробуждение, 79-78 год. Я выбежал вперед, говорю, Господи, наполни меня Твоим духом, я готов покаяться. Я очень ясно слышал, оставь девушку, и я тебе дам. А она уже была тогда в сердце, да? Да, она была в сердце, я приводил на служение, а она сказала, Бога нет. И когда ты Бога чувствуешь, и любовь Его чувствуешь, и еще имеешь земную любовь кому-то, вот это тяжелый выбор. Тяжелый выбор, потому что ты должен выбрать или человека, или Бога. Но так как Бог был рядом и реальный, я сказал, я тебя выбираю. И все, я, Виктория, так пережил реально Бога, я просто взорвался. Я прибежал домой, сразу стал читать Библию, потому что я верю, первый знак, когда человек рождается свыше. Вот ребенок рождается, что он? Он ищет материнскую грудь, молоко хочет. То же самое, когда Христина рождается, вот человек рождается, делается Христина, первый знак, он тянется к Слову. У меня всегда было дома Евангелие, потому что при Балтике у нас в некоторых церквях не было так много Слова Божьего, Библии, Евангелия. У нас у каждого было. Но я никогда его не читал, но тут я просто взахлеб. Я читал, я молился, я был наполнен Духом Божиим. Но встретился с девушкой, все рассказал, что я так и так, я верю в Господа, я буду христианином. Она говорит, я не верю. Я не чувствую, не переживаю. Ну и тогда это понятно, это коммунистическая страна была, атеизм кругом. И Гагарин летал в космос, Бога не видел. И я чувствовал внутри, ну все, скажи до свидания и иди. Тем более я знал, что я женюсь на верующих, должен жениться на верующих, потому что это очень тяжелая жизнь, когда соединяется верующий и неверующий. Это будут конкретные определенные страдания, потому что там не тело Бог соединяет, во-первых, а дух. И два духа должны быть возрождены. И все это знал в 14 своих лет. Мой папа был руководителем молодежи, он меня так наставлял дома. И я понимал, я сделал решение, я женюсь на верующих, она не верит, значит я должен ее оставить. Но стало жалко, гордыня поднялась. Вот и так же... Жалко себя, наверное. Себя, во-первых, потому что что скажут в школе, будут обзывать, а я хотел быть чуть крутым. Вот, ну молодежь. Вот именно боязнь перед людьми ставит сеть, да? Перед людьми. Это так, раз, и потом еще потеря первой любви, типа, что не найдешь другой, и больше не будет любви. Я с ней остался. Если сделать, сократить историю, я не привел ее к Богу. Начались дискотеки, там танцулики, выпивка, драки где-то. А она была не против этого? Нет, конечно. Ну, мирская молодежь. Шампанское, дискотека и так далее. И потом дальше-дальше от Бога. Но я зато все равно был в церкви каждое воскресенье. Но, конечно, я не хотел скандалов дома, я не хотел делать больно, особенно маме, и ссориться с папой. Потом приходил, сидел свои два часа в церкви, и потом, конечно, на гулянке свои. Потом я ушел в спорт. Было модно каратэ. Я ушел заниматься в каратэ, потом попал в Жальгирис, такая литовская команда спортивная. И меня, так как спортсмена, разрядника, взяли в десантные войска. И вот когда я был уже в десантных войсках, в 82-84 я служил в Забайкальском округе, под китайской границей, десантно-штурмовая бригада. И так как еще был спортсмен, меня взяли в разведзвод, где были все спортсмены. И вот там я стал очень жестким, гордым, злым человеком. Что многие как бы удивляются, как ты имеешь доброе сердце и любовь к людям, мог бить людей, мог ломать челюсти, носы. Дело в том, что я не буду это рассказать, но я ушел в духовное каратэ. Я ушел и стал слышать голоса, видеть видения, какие сделать удары, чтобы человек упал с одного удара. И в это время, когда я вошел в духовное каратэ, теперь я понимаю, я связался с демоническим миром, злым миром духовным. Мои кишки запутались на тренировке, я промучился всю ночь, пошел в лазарет. В течение первого года еще службы, да? Я уже год отслужил, я уже был там кто-то, я уже был тренером, тренировал уже и офицеров, и солдат, и сам тренировался отдельно. И вот я в лазарете, нет никого, все офицеры и также начальник лазарета, главврач, он в городе, наша десантная бригада в Сопках, в Тайге находится. И вот я лежу, уже суббота прошла, воскресенье наступило, я дальше лежу, я мучаюсь и я начинаю потихоньку умирать. Потому что трое суток ты без присмотра, у тебя заворот кишок, непроходимость кишечника. А как вы понимали, что это заворот кишок? Я что, не знал, потом мне все рассказали. А вначале это просто боли, и потом мне уже приступы начали, просто меня скручивало, отпускало, и я так считаю. Спазмы, да? Вот, и вот говорят случайно, а случайно не бывает. Заходит военный хирург, начальник лазарета, наверное, в часов 11 вечера, в воскресенье, когда вообще не должен быть. Он подходит ко мне, осматривает и говорит, твои родители получат цинковый гроб с тобою, через пару часов ты труп. А мне 19-20 лет скоро, а я умирать не хочу, я хочу жить. Вот, и он говорит, срочно ложим на операционный стол. И так они ложат меня на операционный стол, зовут еще врачей из города, чтобы подъехали дать наркоз мне. Дают мне наркоз, я лежу, они готовятся к операции, и я умираю. Мое сердце останавливается, нет пульса, нет больше дыхания. Вот, и вдруг, когда сердце остановилось, и когда не было больше моего дыхания, я начинаю видеть, как фильм, потому что душа, она вечно, она не умирает. Тело – это просто как одежда, это как скафандр наш. Вдруг я начинаю видеть всю свою жизнь в грехах. Я вижу те вещи, которые не хотел бы вспоминать. Я вижу... То, что сам забыл уже, да? Забыл и не хотел даже думать, потому что было стыдно и страшно за это, то, что я делал. Вот, и когда это стало перед моими глазами, я вдруг ясно услышал, ты виновен, как в вередикт. И я начинаю просто проваливаться в тьму, понимая, что я иду в ад. И вот тогда моя душа начала взывать Богу. Если ты можешь, пожалуйста, верни, дай мне шанс. Я обещаю, я покаюсь, буду тебе служить. И у врачей там уже руки опустились. В это время они делали искусственное дыхание. Там ясно, нету ни электрошока, ничего, тайга в 83-й или 84-й год. И все, они как бы думали, что уже все, а я оживаю. Я оживаю, они перепуганы, думают, что от наркоза мое сердце стало, не выдержало. Хотя, на самом деле, сердце, может быть, порой и побаливало от тренировок, нагрузок. Но все равно был весь такой спортивный. Десантники, прыгаем с парашютом, деремся каждый день, готовимся к войке. И врач говорит, терпи, солдатик, режем по-живому. И без наркоза. Ну и ничего, там 4 часа под ножом. И кишки вытащили, отрезали, зарезали, запутали, распутали. Зашили. И это советская армия. Вставай, иди. И вот я слез с этой... То есть без наркоза прошла операция. Да, и потом зашили, и потом говорят, слазь и иди в палату. Насильщиков нет. Нет, и я вот тык-тык-тык в палату послеоперационную. И вот когда я в послеоперационной палате находился, эти вот ультрафиолетовые лучи, и ты один в этой палате, как бы, чтобы не было инфекции никакой, вдруг я все вспоминаю. И я такое чувствую присутствие Бога. Я знаю, что Бог мне дал новую жизнь. Я чувствую, что Он не хотел, чтобы я погиб, чтобы я пошел на всю вечность в ад. Тут у меня слезы потекли. И сейчас до сих пор, да. Потому что это всегда живо передо мной. Я никогда не забываю, хотя прошло уже, наверное, лет 36 назад. Вот, и я просто расплакался, хотя, ну, десантник, нельзя плакать, но там никого не было. Я говорю, Господи, я обещаю, тут чуть-чуть потерпи, мне тут осталось около годика, полгодика. Вот, вернусь с армии, покаюсь. Я вернулся с армией, все забыл. Потому что, когда нам тяжело, мы готовы обещать Богу много чего. Я думаю, в вашей жизни тоже такие ситуации были, когда в вашей жизни что-то случалось, вы столько Богу обещали. А когда вдруг дело все хорошо, то мы порой забиваем наши обещания, не сдерживаем. Но Бог их помнит, Он когда-то напомнит. И Он мне напомнил. Прошел год после армии, даже больше, и Он на одном служении. Я ходил на собрание. Каждое воскресенье ради папы и мамы сидел. Вот, у нас в Америке называется ДВР, то есть дети верующих родителей. То есть, при том, что вы сейчас говорите, что вы забыли вот этот обед посвящения, номинально, вы все равно продолжали ходить в церковь. Только, чтобы не было скандалов, не было этих слез. Если бы меня как бы не принуждали, или там я понял, что могу не ходить, я бы не ходил. Но я знал, что я так воспитан, что должен идти, чтобы не было проблем дома. И вот я сижу на служении, и вдруг я опять чувствую то же самое присутствие Бога, и его голос зазвучал внутри. Конечно, битва разыгралась в моей голове. Я говорю, господи, а как я буду жить? Нельзя не погулять, нельзя не воровать. Я уже там в ресторане работаю поваром, 85-й год. Типа должен воровать. Ну, мы лишнее берем. Вот, я говорю, господи, то и другое, третье, вот, и много. Потому что это как крючки были, за которые дьявол держал, потому что я жил греховной жизнью и как лицемер ходил в церковь. И я говорю, можно потом покаюсь? И вдруг я ясно вижу картину и слышу голос, это твой последний шанс. Вот, ты выйдешь с этого служения, будешь перебегать дорогу, и машина тебя убьет насмерть. Какая милость знать. И я понимал, что с Богом не надо шутить, когда Он говорит такие вещи. А я хотел жить, и туда я слышу, покайся, будешь жить. Не покайся, твоя жизнь отнимается сегодня же. Мне был 21 год, и я хотел сделать шаг, но я не мол, потому что как будто кто-то ноги твои держит, как будто просто путы или цепи. И я понял, что это сатана. И все равно у человека есть воля. Бог дал каждому человеку выбор и волю. И тогда я сказал, господи, я хочу, я хочу покаяться, помоги. И вдруг мои ноги стали такие легкие. И я побежал, хотя был полный гордости, но я уже ни на что не смотрел, просто рухнул на колени перед кафедрой там, в этом маленьком молитвенном доме города Вильнюс. И расплакался, как ребенок сказал. Еще мысль пришла, а вдруг какой-то грех останется, дьявол будет меня держать. Поэтому я изнутри так закричал, прости меня за все. За все просто прости. И в этот момент я просто знал, что я спасен. Вдруг такая свобода, такой мир наполнили мое сердце. Я чувствовал, как будто я на небе, и даже не страшно, пусть даже машина собьет. Я знаю, что иду на небеса, я знаю, что имею жизнь вечную. Вот эта уверенность, что я спасен, она просто ворвалась внутри. И я поднялся новым человеком, радостным, спасенным. И вот отсюда начался, конечно, у меня поиск сразу, богоискание. Насколько вы, став новым человеком, узнав его прощение, испытывали вот такую внутреннюю борьбу? Как разрешилась вот эта ситуация с соблазнами, которые так крепко вас держали в своих руках? Соблазнами – это обман. Это на самом деле обман. Конечно, может быть, в каком-то грехе и есть маленькая доля удовольствия. Почему люди… Потому что они держат именно удовольствие, в первую очередь. Почему, да, люди напиваются. О, чуть-чуть, о, будет хорошо, радости кому-то даст, может быть, алкоголь. Почему кто-то из ребят идет на наркотики, о, вообще расслабуха будет какая-то. Или идет блуд погулять где-то, о, что-то новенькое, тело и так далее. Что-то такие, во-первых, воображение, потом чувство. В этом есть, да. Небольшая часть. Небольшая часть. Но какие последствия? Рушится семья или рушится здоровье? Никогда искушение и сатана не скажет будущее. Они скажут, давай сейчас, сейчас. А когда ты делаешь себя христианином, вдруг ты прозреваешь, ты начинаешь понимать, зачем мне там напиваться или принимать какую-то дозу, когда я могу радоваться в Боге, когда я могу радоваться Его творением, когда я имею мир и так внутри себя, из-за чего? Из-за того, что у меня прекрасная жена. Зачем мне куда-то налево идти? Я помню, когда Бог меня призывал к покаянию, у меня первый вопрос, говорит, Господь, как всю жизнь прожить с одной и налево не сходить? Как это быть верным мужем всю жизнь? Как она будет верной женой? Ведь столько соблазнов, столько искушений, и столько, конечно, тогда, может быть, не было, столько всего открытости, как сейчас в наше время, но все равно. Человек был человеком, конечно. Да, и искушений было полно. И вдруг приходит простая мысль. Я знаю, что, конечно, она на основании слов, потому что Бог всегда будет говорить и слово, оно будет говорить на доступном, понятном языке понимание этой личности. И Бог не очень просто говорит, а что, у других что-то другое будет, женщин? Да. То же самое, что у других у твоей жены будет. Зачем тебе идти куда-то потом страхи, стрессы, развал семьи, дети будут страдать, ты будешь опозорен, и еще в ад попадешь, если не покажешься. Зачем тебе жизнь страданий и темница вечером? И знаете, что я открылась, что помимо мысли, на самом деле, Бог работает в тебе, то есть Он твои чувства к жене или к мужу, Он сохраняет. Мне кажется, тоже одна из причин, почему люди изменяют, у них заканчивается эмоциональное топливо и влечение, и все, и начинает работать в отношении кого-то другого. Может быть, потому что действительно есть самообман, что новый человек, и там будет что-то ярче или интереснее. Но Бог вот это топливо, направленное к другому, возвращает и поддерживает к именно тому избранному человеку. Вот это вот удивительно, когда ты даешь ему доступ к твоему сердцу. потому что он есть сама любовь. Бог есть любовь, агапе. И это значит, если мы наполнены Богом, мы наполнены любовью. Да, этот огонь в тебе горит. Это удивительно. И это важно, конечно, вот этот огонь сохранить уже, потому что там, так же Библия нас учит о том, что можно эту любовь потерять. А вот мы переходим как раз к нашему второму вопросу. Как раз вы рассказываете уже почти, уже подошли историю вашей любви, историю вашей семьи. Я рада, что ваша семья действительно такой, какой вы мечтали, какой вы знали, она будет крепкая, цельная, рядом с вами, достойная, сильная, прекрасная подруга жизни, ваша любовь. Расскажите, как вы ее встретили, на что вы ориентировались, когда вы увидели, что это она. И что вам помогает сейчас, спустя 20 лет, да, или больше даже уже вашего брака. Вот, что вам помогает как раз хранить этот огонь. Каким образом вы понимаете, его можно угасить, потому что он горит, как бы не мешая с одной стороны. Вот как мы можем помешать, но с другой стороны мы можем сделать его более ярким, более греющим. Не только нас, но и детей, внуков и так далее. До армии я сделал решение немного отдохнуть, потому что я понимал, что ухожу на два года в армию. И с мамой мы поехали на Черное море и узнали, что есть верующая семья в Пицунде. А верующие ночевали у верующих, они не искали гостиницы и так далее. Это был Советский Союз. Были открыты братьям и сестрам. И поэтому мы приехали в Пицунду. Их дом был, может быть, недалеко от моря. Красивое место, бухта Пицунская, рядом с госдачей ЦК Москвы, ЦК Грузии, где отдыхали все политработники. И когда мы зашли, увидел я девушку. Она мыла летнюю кухню, выжимала эту мешковину, грязь стекла по ногам. И она такая веселая была, думала, что-то маленькое. Оказалось, не совсем маленькое, только на год и 4 месяца младше меня. И мы сказали, что приехали отдыхать. Это был 82-й год, октябрь, перед самой армией моей. И она говорит, проходите домой. Потом мы пошли с мамой на пляж. Она прибежала, фрукты принесла, такая веселая. Пошли купаться с ней. Думаю, вот это классно и красиво. И веселая. Ну как вначале люди смотрят? Смотрят уже вначале так вот. Да, привлекательная. Потом уже познают характер. И я видел, что она радостная, веселая. И я с армией писал ей письма. Вот, писал письма. То есть она была верующая? Она была верующая. Она была веселая. Веселая. Она была красивая. Она была красивая. Она была работящая. Работящая. Это мне все нравилось. Она все подходила по всем стандартам. И, конечно, когда я вернулся с армии, так мы вели переписку. Она приехала меня увидеть. Но приехала в неправильное время увидеть меня. Почему? Потому что после армии я вернулся гордый, злой, такой жесткий. Вот, ну, десантник. Хотя письма писал. Ну, письма. Там больше врал, что мы уже на войне в Китае, во Вьетнаме, в Афганистане. Где только... Надо же. С какой фантазией работал. Фотографии там посылал все такие боевые, типа с вертолетами, да, с парашютами. А она вас рассекретила тогда? Да, это потом я ей рассказала. Она верила, а всему классу показывала своему, что вот у нее парень-десантник. Он в военных событиях участвует. Ну, она приехала, я был очень жесткий. Пришла ко мне на свидание, я опоздала. И я на нее налетел так грубо. Я никакую девушку не ждал. Кто ты такая, чтобы опаздывать? Она говорит, не хочешь ждать, до свидания. И улетела. И вот тут у меня был такой облом. Типа, как она меня бросила-то? Я могу бросить девчонку, но не она бросит меня. А я был такой в то время симпатичен, такой вот шустрый, но и спортсмен. И вот такое. И потом, через пару месяцев, как бы мозги уже встали на место. И я почувствовал, что надо с ней опять... Девчонку такую терять нельзя. Нельзя, да. И я маме говорю, поехали опять в Питсунду. И мы поехали летом в Питсунду. И она как раз отдыхала, потому что она уже жила в Волгограде. И там закончила тоже кулинарку, и работала там поваром в ресторане. И вот мы приехали в Питсунду, и она там была, и мы опять начали дружить с ней. Попросил прощения? Нет? Ну, там... Какое там прощение? Просто там, ну, молодые, это же... Заново как бы ты заново познакомился. Вот, начали познакомиться, начали дружить. И я понимал, что это она, мне надо жениться. Но я не могу жениться, если не покаюсь. Ну, потому что такой парень был. А, вы как раз еще тогда не покаялись, не пережили вот этого обращения. Да, это было первый раз, полгода после армии. Вот, и поэтому, на самом деле, я верю, что людей толкает к покаянию что-то. Люди, на самом деле, так просто не каются. Они каются из-за чего-то, и для чего-то. Вот, то есть, какой-то мотив должен быть. Если человек не хочет оставить грех, его он никогда не оставит грех. Если он любит грех. Он полюбить должен что-то больше, чем грех. Я полюбил ее, а не других девушек, которых имел. И понимал, ради нее мне надо каяться. Потому что мне не благословит церковь. Я должен стать членом церкви, водное крещение принять. Потому что такие были стандарты для благословения свадьбы. И вот это меня толкнуло думать о покаянии. И вот, когда Бог меня призывал как раз, я и понимал, что, типа, мне нужна любовь. Мне нужна любовь и верность. Потому что в этом мире так мало ее, и верность вообще сейчас не ценится. Поэтому я Богу задал вопрос, как я буду верным. Смогу ли я прожить всю жизнь с одной, и не изменить, и не гулять. И вот тогда вдруг я получил, я есть любовь, Бог говорит, и дам тебе любовь, и дам тебе верность. И вот отсюда я просто понял, что если мы наполнены Богом, мы будем наполнены верностью. Субтитры подогнал «Симон»!